Я ваш король Ричард! В реальной истории благородства в делах Ричарда было немного. Изначально он не был наследником и корону получил после очередной игры престолов, когда предал сначала короля отца, Генриха Второго Английского, а потом и братьев. Как потом говорит Ричард Ливиное Сердце, что вы хотите от нашей семьи? У нас враждебность уже заложена. Мы от дьявола произошли и к дьяволу придем. И мы постоянно враждуем друг с другом. Ричард жил в эпоху крестовых походов, истинная причина которых не только намерение христиан освободить гроб Господень от мусульман, но и огромное желание римского папы расширить свое влияние. Сразу после коронации в Вестминстере в 1189 году Ричард потратил все деньги из казны для очередного похода. Еще в первом христиане захватили Иерусалим и основали Иерусалимское королевство. Но жизнь его была недолгой. Когда Саладин захватил владение крестоносцев на Востоке, он прилюдно казнит князя Антиохии. Ричард один из первых принимает крест с точки зрения мести во имя Христа. В 1190 году англичане во главе с Ричардом и вместе с союзниками отправились в третий по счету крестовый поход, чтобы взять реванш у турок за прошлые поражения. Крестоносцы два года осаждали Акру, и ничего полезного английский король там не сделал, а только разругался со своими союзниками. Мой господин так уважает львиное сердце, что послал меня спасти ему жизнь. По легенде, это был не лекарь, а сам султан. В реальной истории после взятия Акры, турки сами сдались от голода, Ричард не смог договориться с султаном Саладином о размене пленных и приказал казнить 2700 человек, в том числе женщин и детей. За это он и получил прозвище «Каменное сердце». А уже потом в балладах образ романтизировали, и его сердце стали называть львиным. Испугать Саладина массовыми казнями не удалось, и Ричард освободил побережье, но измотал и ослабил армию. А когда привел ее под стены Иерусалима, отступил, так и не решившись штурмовать. Уверяю тебя, завтра у нас будет печать Саладина на славном договоре. Не доложили, что скоро сюда прибудут его люди. Ричард был вынужден заключить с султаном перемирие, по которому получил лишь небольшие прибрежные территории, а христианам разрешили посещать гроб Господень в течение трех лет. Успехом это назвать трудно. Король решил вернуться в Англию, но в крестовом походе он нажил себе столько врагов среди бывших союзников, что попасть домой ему было просто не суждено. По пути его перехватили и взяли в плен вассала австрийского герцога. Леопольд Австрийский содержал Ричарда Львиное Сердце в очень хороших условиях на самом деле. Он даже установил сумму выкупа, но Ричарда перекупил Генрих VI, император Священной Римской империи. И установил сумму в размере 150 тысяч. Опять же, огромная сумма. Вот этот сбор, многочисленный сбор денег, это установление дополнительных налогов. То есть уже, если раньше налоги собирали там 1,25, была там 1,75, то здесь со всех владений установили именно одну четвертую. А еще в условиях именно суровой земли, климатического похолодания, когда был не урожай, то есть фактически Англия и Франция были разорены для того, чтобы выкупить своего короля. В плену король непомерно растолстел и стал объектом насмешек. А вернувшись в Англию, Ричард не спешил навести порядок и управлять страной. Вместо этого он опять стал сражаться против сторонников своего брата, принца Джона, и готовиться к войне с французским королем Филиппом II Августом за свои владения на континенте. Возникла та же проблема, что и с крестовым походом. Для армии нужны деньги. И он стал выкачивать из народа их самыми разными способами. Если бы на Лондон нашелся покупатель, я бы охотно его продал. После долгой войны с королем Франции удалось договориться и заключить перемирие. Но шальной король не унимался, все стремился воевать, а не управлять страной. За 10 лет правления он был в Англии едва ли полгода. Государство пришло в упадок, налоги непомерно выросли, а сам Ричард все скакал на коне. Это его и сгубило. В 1199 году он осадил замок Шалю, у которого было всего два рыцаря. Один из них вместо щита был вооружен, по легенде, сковородой. Но когда английский король беспечно снял часть доспехов, именно сковородный рыцарь сразил его стрелой из арбалета. Ричард умер от гангрены. В подлинной истории Европы наш герой – бездарный король транжира, дипломат-неудачник и жестокий тиран. В легендах и балладах он из деспота и бездумного вояки превратился в храброго рыцаря и справедливого короля. Ну что же, во все времена и во все эпохи любят сказки про доброго короля и благородных рыцарей. Так что они будут жить еще долго. В том числе и про Ричарда Львиное сердце.